На сцену приглашается врач-уролог-андролог из города Оренбурга Александр Михайлович Окшен. Тема доклада. Применение препаратов ДЕТАРИТМ и ДЕТААП при лечении хронических, специфических уретропростатитов. Прошу. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые друзья, партнеры. Действительно, настроение великолепное. Ну, мы как бы услышали, какая у нас сегодня область применения ДЕТА-медицины. Хотелось бы назвать еще более, так сказать, это как биоинформационные технологии. Ну, поскольку я работаю по репродуктивной системе человека, сразу автоматически задаю себе вопрос. А не родить ли нам сразу здоровых и крепких детей, чтобы они нас радовали, так же, как эти великолепные артисты, своей статностью, своим голосом, своим крепким здоровьем. Потому что, услышав от уважаемых коллег, какие бывают тяжелые осложнения после преждевременных родов, какие бывают осложнения после прививок, это ведь связано, скорее всего, с тем, что ребенок уже, наверное, испытал какие-то тяжелые нарушения в утробе матери. Но я вам хочу сказать некоторые факты. Давно известен тот факт, и не секрет, как для науки и для вас, что в настоящее время причиной отсутствия беременности в супружеской паре является, более чем в 50% является мужской фактор. И этот фактор, увы, к сожалению, растет с каждым годом все больше и больше. В мае месяце этого года на форуме по репродуктивному здоровью были озвучены такие цифры, что вариант нормы, 50 лет назад, вариант нормы в спермограмме являлось наличие от 80 до 120 миллионов в одном миллилитре экулята. Это было 50 лет назад. Сейчас, в наше время, общепризнанные нормы – это от 10 до 20 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре экулята. Представьте, что произошло за 50 лет. А теперь давайте представим, что произойдет через следующие 50 лет, если идет такой процесс. И наукой уже доказано, что в 80% случаев причиной мужского бесплодия является инфекционный фактор. По данным венерологов нашей Оренбургской области, инфицированность специфическими инфекциями, такими как хламидии, уреоплазмы, микоплазмы, трихомонады, гонококковые инфекции и так далее, составляет около 80% населения репродуктивного возраста. Но, казалось бы, что мы умеем это все лечить, но я вам скажу, что в 90% случаев эти заболевания протекают бессимптомно. Увы, никаких жалоб нету. И первая жалоба от таких инфекций – доктор, почему у меня нету детей? Из всего этого можно уже предположить, что при длительном персистировании инфекции в репродуктивном тракте у мужчин, когда она доходит уже до придатков, до тестикул, с одной стороны, и с другой стороны, наличие гемато-тестикулярного барьера, который имеется в тестикулах, который не дает нам возможности в нужном количестве доставить туда лекарственные препараты. Если мы дадим большую дозу, чтобы элиминировать инфекцию, что мы можем сделать? Мы можем сделать аллергию, мы можем вызвать осложнение, мы можем вызвать тот пресловутый дисбактериоз, который потом вызовет преждевременные роды, и ребенка надо потом вынашивать в кюветах, строить центры, большие затраты тратить. Надо об этом нам всем подумать. Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности электромагнитной терапии приборами серии ДЭТА в виде монотерапии и в виде комбинации с медикаментозной терапией у больных с хроническим специфическим уретропростатитом. Исследование проводилось на базе государственного учреждения областной центр планирования семи и репродукции с декабря 2009 года и по настоящее время. Все наблюдаемые нами пациенты были с таким диагнозом. Это астена тератозооспермия, астена, то есть это подвижность, терата – это нарушение морфологии, хронический, специфический уретропростатит, первичное мужское бесплодие. Мы взяли и сделали две группы пациентов. В первой группе 12 человек применялась стандартная медикаментозная терапия с назначением антибиотиков, иммуномодуляторов, непрямых антикоагулянтов, противотрихомонадных метаболических препаратов, витаминов, минералов. Вторая группа с аналогичным диагнозом. Здесь проводилась комбинированная терапия по стандартной схеме медикаментозной терапии и с помощью аппарата ДЕТА-АП, антипаразитарный, со следующим набором программ. Это детоксикация организма, лимфодетокс, трихоманиаз, хламидиатрахоматис, простатит, архит, хроническая интоксикация, элиминация токсинов и дренаж. Курс лечения осуществлялся в течение 10 дней. Контрольное обследование проводилось через 4 недели. Что мы обследовали? Во-первых, мы исследовали соскоб из уретры, секрет предстательной железы, эякулят и исследовали индекс плодовитости, то есть делали спермограмму. Какие применяли технологии? ПЦР – полимеразно-цепная реакция, затем ПИФ – прямая иммунофлюоресценция, микроскопия уретрального соскоба, секрета простаты, эякулята и культуральный метод для диагностики трихоманиаза. При оценке эффективности в первой группе было выявлено следующее. То есть первая группа – это группа, применявшая медикаментозную терапию. У 7 пациентов после курсового лечения отсутствовали данные по группе заболеваний. У 4 пациентов осталось наличие ранее выявленных специфических возбудителей – хламидий, трихоманат. У одного пациента лечение оказалось без эффекта. Во второй группе комбинированной терапии из 12 мужчин мы выявили, что у 11 пациентов произошла полная элиминация специфических возбудителей. И мы уже при первом контрольном исследовании увидели изменения в качестве спермограммы. Как по количеству, как по подвижным формам, так и по морфологическим формам. Потом мы взяли остальных пациентов, то есть 5 человек из первой группы и 1 человек во второй группе. И подвергли более детальному исследованию. И что мы определили? Когда применили метод вегетативного резонансного тестирования, обнаружилось, что есть еще дополнительные инфекции. Это в виде вируса. То есть вирус простого герпеса первого типа, второго типа, цитомигаловирус, вирус Эпштейнобара и вирус попиломы человека. Ввиду этого мы скорректировали терапию, ввели программы, которые работают по противовирусной программе. И сделали исследование этой группы пациентов через 3 месяца. Так как процесс созревания одного сперматозоида от периода закладки до выхода составляет 75 дней. Мы сделали контрольное исследование. И что мы увидели? Во-первых, элиминация специфических возбудителей. Но на самом деле, что я ждал из этого исследования? Появились нормальные морфологические сперматозоиды. И при этом улучшились показатели спермы. Соответственно, здесь напрашивается вывод. Что? Такую терапию и такую диагностику надо применить. Потому что она нам поможет и сэкономить время, и сэкономить затраты, и по крайней мере определить прогноз. Приходят, когда пациенты говорят, доктор, а на сколько это затянется? Здесь уже будет удобно говорить, сколько мы потратим, какие будут затраты. Это величайшая экономика, чтобы не довести, потому что лечение бесплодия очень дорогое. В конечном случае очень часто получается, что доктор разводит руками, и пациент автоматически идет на вспомогательные репродуктивные технологии. А это уже дорогое удовольствие. И одна попытка, дающая гарантию 25%, стоимость от 150 тысяч рублей. Так не выгодно ли нам будет заранее диагностировать бессимптомные формы в течение этих заболеваний, профилактировать, лечить и рожать здоровых нормальных детей? Спасибо за внимание. Один нюанс. Из 20 супружеских пар получилось 15 беременностей. Двоим планировалась процедура ЭКО. И одного пацана назвали Александром. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...